Здравствуйте, партнеры. Поставьте, пожалуйста, в чате от 1 до 10. Давайте проверим, как меня слышно. Замечательно. То есть, если кому-то плохо слышно, вы там у себя уже подрегулируйте, пожалуйста, звук, потому что в большинстве слышно хорошо. Так, микрофон чуть-чуть прибавит. Так лучше? Хорошо, отлично. Ребят, я не буду отключать чат, чтобы мало ли пропадет связь или звук. Только давайте, пожалуйста, не будем писать какие-то вопросы или высказывания по ходу конференции. То есть, в конце время останется, и мы разберем ваши вопросы. Хорошо? То есть, чат я очищаю. Если вдруг пропадет звук или что-то, тогда пишите. Договорили? Итак, начинаем нашу конференцию. И тему конференции я выбрала. Что такое сетевой бизнес? И хотелось бы мне рассказать вам, то есть, донести до вас, для кого подходит сетевой бизнес, что вообще он представляет из себя, и разобрать все-таки, что такое маркетинг. Давайте по порядку. Для кого подходит сетевой бизнес? Ребят, скажу вот честно, сетевой бизнес подходит для лентяев. То есть, он подходит для таких людей, кто хочет много зарабатывать и ничего не делать. Хорошо, сейчас. Не зря я подобрала такой скриншот, потому что на самом деле люди, которые каждый день ходят на работу по найму, это люди такие трудоголики, то есть, они не ценят свое время, а время, оно уходит очень быстро, и они не понимают этого. А в наше время все чаще молодежь говорят, что мы не хотим идти куда-то на работу, да, устраиваться на завод, потому что там платят копейки, нам это не выгодно. То есть, это те люди, да, не лентяльно, это люди, которые понимают суть своей жизни, знают ей цену, цену своему времени. Это нормально. И если у вас в окружении есть такие знакомые, то обязательно в первую очередь идите к ним. Идите к ним и донятите до них суть этого бизнеса. Правильно, расскажите им. Расскажите им о том, что это легальный бизнес, что это законный бизнес. И если они хотят иметь какое-то свое дело, то это для них самое выгодное решение. И самое главное, что нужно до них донести, что этот бизнес нужно построить всего один раз в жизни. Независимо, сколько у них уйдет на это времени. Или это полгода, или это год, или три года, или пять лет. Но это надо сделать всего один раз. Один раз и на всю оставшуюся жизнь. И то есть, конечно, вот это самое главное, что нужно для таких людей доносить. Теперь, что же на самом деле такое сетевой бизнес? Сетевой бизнес – это готовая модель бизнеса, разработанная компанией-производителем. То есть, какая-то компания разработала и стала производить свой продукт. И решила его продвигать по средствам рекомендации. Не через рекламу, а именно через рекомендации. Потому что в наше время реклама уже не настолько эффективна. И мы не можем гарантировать 100%, даже 50%, что от рекламы будет толк. Хоть какой-то. А если происходит продвижение по средствам рекомендации, то это всегда эффективно и очень выгодно. То есть, это самое выгодное. И многие компании сейчас переходят именно на такое продвижение. То есть, на продвижение через рекомендации. В начале я сказала, компания-производитель. И все-таки давайте разберем, какой же продукт должен быть в таких компаниях, в компаниях сетевого бизнеса. Первое. Это очень важный момент, что продукт должен быть результативным. Потому что, если продукт, произготавленный данной компанией, не приносит никакого результата, то есть, это пустой продукт. И компания, ну, продержится максимум год на рынке, да, и все, она закроется, смысла в ней не будет. То есть, компания обязательно производит, компания сетевого бизнеса разрабатывает именно такой продукт, что он должен быть результативным. И результативный на 100%. Второй момент. Это востребуемый продукт. То есть, каждый, каждая вторая семья, в идеале, даже каждая первая семья должна быть заинтересована в этом продукте. И вообще в идеале, то есть, это каждый второй человек. Если вот эти два момента, да, поддерживая компанию, которая продукты не производит, то есть, если это результативный, востребуемый продукт, то значит, компания разработала такой продукт, и она будет с ним продвигаться очень-очень долгие годы. То есть, она зашла не просто так, а с определенной целью существовать долго и продвигать продукт все больше и больше. То есть, если рассматривать компанию, которую поддерживать, то обязательно нужно смотреть, чтобы эти факторы были у продукта. И третий немаловажный фактор – этот продукт должен быть расходуемый. То есть, как продукты, обычные товары, да, повседневного спроса, ну, как зубная паста, как стиральный порошок, как шампунь, как мыло. То есть, это все расходуемые продукты. И они заканчиваются. Хотим мы того или не хотим, нам в любом случае приходится идти и покупать его снова. А если продукт, он результативный и востребуемый, то мы обязательно его пойдем и купимся уже с удовольствием снова. Нам нужно будет. Он у нас закончился, но у нас в нем есть потребность и желание его потреблять. То есть, вот это очень важные моменты. Компания сетевого бизнеса изготавливает всегда уникальные, первоклассные продукты. И если они результативно востребуемы и расходную, то это компания, с которой серьезными планами, у них очень серьезные планы завоевывать мировой рынок и покорять все больше и больше потребителей. Так, думаю, это понятно. Теперь, сама суть сетевого бизнеса. То есть, когда вы уже доносите до человека, что есть вот такая готовая модель бизнеса, и заключается всегда соглашение с компанией сетевого бизнеса, и у этих компаний всего лишь два требования к таким своим партнерам. Первое – это быть потребителем. Это обязательное условие, в какую бы компанию сетевого бизнеса вы не пришли. То есть, вы всегда должны потреблять продукт компании. Потому что, если вы будете даже наслышаны о результатах продукта, то есть, ваши там партнеры будут говорить и еще что-то, но если у вас не будет уже собственного результата, вы не сможете так открыто и честно об этом говорить. Если вы попробовали данный продукт, вы уже будете рассказывать о нем с восхищением, со своим результатом, и вам уже будет просто охота этим делиться. И это и есть второй момент. То есть, нужно рассказывать всем о продукте и о данной готовой модели бизнеса, что мы можем приобретать для себя продукт, да, пользоваться, но еще при этом мы можем и хорошо на этом зарабатывать. Все. Вот это два момента, которых нужно придерживаться и строить свой бизнес. Это очень легко, это очень классно, это очень доступно. Это может делать любой человек, даже непрофессионал. Вот это обязательно нужно доносить до людей, которые не понимают сути сетевого бизнеса. И давайте дальше рассмотрим, что такое же маркетинг. Маркетинг – это план вознаграждения. И данный план вознаграждения считается не от людей, а от товарооборота. То есть, вы можете пригласить сколько угодно партнеров, но если они не будут пользоваться товаром, продуктом компании и не будут делать товарооборота, то, соответственно, никаких начислений компания вам делать не будет. Вот это нужно понять. И еще очень важный момент, который многие не понимают, что маркетинг считается, да, план вознаграждения считается именно от баллов. В любой компании сетевого бизнеса это так. То есть, любой производимый продукт компании, он имеет свою стоимость. Если это продукт какой-то небольшой стоимости, соответственно, он переводится в определенное количество баллов. И количество этих баллов будет тоже небольшое. Но если это хороший, дорогой продукт, то, соответственно, количество баллов у него будет гораздо больше. И если товарооборот делать именно вот на этом продукте, да, который стоит дороже, у него баллов дороже, то, соответственно, и маркетинг, и маркетингу ваши выплаты будут, соответственно, больше. Вот это, к сожалению, очень многие путают. Но в этом нет ничего сложного. Просто компания, она все разработала, она все приготовила, да. То есть, это готовая модель бизнеса. Там все просчитано до мелочей. Вам просто нужно вот понять определенные моменты. Ничего не нужно лишнего выдумывать, что-то там высчитывать, что-то делать. Это все делается автоматически. Но вот этот момент нужно для себя понять. Тогда вам и проще будет понимать, из чего конкретно идут ваши чеки, из чего конкретно складываются ваши выплаты. Вот что такое маркетинг. И мне бы хотелось поговорить о том, что получают люди, да, придя в сетевой бизнес. Самое первое – это самореализация. Любой человек, который приходит в компанию, он обязательно должен работать над собой. Он обязательно должен проходить обучение. Обучение компании, какое-то обучение параллельно. Человек должен однозначно разбираться в сетевом бизнесе. Он должен знать все основополагающие моменты. То есть, когда был вообще сетевой бизнес зарожден, как это происходило, откуда вообще пришел сетевой бизнес. Конечно, этот человек должен разбираться в своей компании. Однозначно. Но также нужно обязательно интересоваться другими компаниями и их предложениями. То есть, рассматривать их маркетинг-план. Для чего это надо, ребята? Для того, чтобы вы уже могли варьировать перед конкурентами. И вы могли объяснить им, почему же вы выбрали не их компанию, а именно вашу компанию, в которую вы пришли. И таким образом вы сможете им показать перспективы. Возможно, даже эти люди поймут, что они ошиблись. Может быть и такое. То есть, они уже, может быть, додумают. Может быть, они действительно выбрали не совсем ту компанию. Такой момент может быть. Когда человек уже будет знать основополагающие моменты, когда он будет самореализовываться, он уже будет понимать и оценивать свои возможности, то, к чему он идет. Он постепенно будет менять свой взгляд на окружение и на мир в целом. После того, как у человека начинает развиваться самореализация, он начинает расти духовно. То есть, у него уже будет меняться мышление. Он начнет по-другому говорить, более уверенно, более четко, более четко отражать свои мысли. Он будет полностью духовно удовлетворен той средой, в которой он находится. Ему будет комфортно, ему будет легко. И вот когда эти два момента, самореализация и духовный рост у человека начинают проявляться и реализовываться, то стоит уже задуматься о выработке лидерских качеств. Это очень важный момент. Потому что, если человек пришел в компанию сетевого бизнеса, то он пришел, скорее всего, туда за заработком. За именно пассивным заработком. За хорошим пассивным доходом. И он должен в первую очередь понимать, что он один никогда не сможет этого достичь. Потому что это командная работа. Ему в любом случае придется работать с людьми, разговаривать с людьми. И если он хочет, чтобы его научились дублировать, то он должен быть примером для своих партнеров. Допустим, к вам обращается партнер, да, с любым вопросом по компании или вообще по какой-то, ну, по нашему роду деятельности, да, вы должны ему ответить. Если вы не знаете ответ на данный вопрос, то вы должны пойти к своему вышестоящему спонсору, узнать, спросить, ответ, разобраться и пойти и донести это до своего партнера. Тогда партнер будет видеть, что он пришел именно к вам, да, попал, но он не разочаруется в вас. Тогда он будет стремиться идти до такого же уровня, как вы, и он будет пытаться повторять вас. Вот из этого и получится дубликация. Тогда вот если вы достигнете этого всего, вот самореализация, у вас вырастет ваш духовный рост, вы это будете осознавать. Если вы научитесь, то есть свои лидерские качества проявлять, то вы гарантированно выйдете на пассивный доход. Вот уже сто процентов. То есть у вас будет работать команда, и команда будет тянуться за вами. Вы будете идти выше, команда за вами, и у вас все будет замечательно. Вот. То есть это все, что я хотела рассказать конкретно про сетевой. Сейчас я хочу вам рассказать немного личный пример, и почему я выбрала CineBodype. «Ребят, мы общаемся с людьми, мы рассказываем им о нашей компании, мы работаем также с холодным рынком, да, кому-то мы предоставляем информацию. И люди, посмотрев видео там или еще что-то, прочитав предложение, да, очень часто мы слышим один и тот же ответ. Это не мое. У меня к вам большая просьба. Если вам сказали «это не мое», не относитесь к этому критически. Вот мой личный пример, почему я так говорю. Потому что я для себя 4,5 года назад поставила на сетевом бизнесе крест. Я сказала, что я больше никогда не буду с этим маркс сетевым бизнесом. Я была в двух компаниях. Я не буду сейчас называть названия, потому что мы не занимаемся рекламой. Но суть, я шла, конечно, в эти компании на деньги. То есть я шла на маркетинг. Мне неинтересен был продукт компании. И, конечно, это были компании прямых продаж. Что это значит? То есть, как мы поговорили выше, да, любой партнер сетевой компании должен быть потребителем. И в этих компаниях обязательное условие было по маркетинг-плану поддержание определенного количества баллов. Это закупка очень большого количества товара. Ну вот, замечательный. Это тоже 8 лет назад. То есть большого количества товара. Да, какой-то продукт мне нравился, я пользовалась, но не всем продуктом. И я... Меня не нуждалось. Мне он был не так нужен. Что мне приходилось делать? Мне, конечно, приходилось как-то, чтобы вернуть свои затраченные деньги, идти его пытаться распространять. Продавать. Но я им сама не пользуюсь. Это очень сложно продавать. То, что от чего ты не в восторге, да, чем ты не пользуешься, хоть ты и попробовал, там, может быть, тебе понравилось, но тебе нет в нем потребности. И очень сложно в таких компаниях, когда вот такое действие продуктов, продвигать именно бизнес. Можно знать от зубка маркетинг. Можно его рассказать на 100% классно. То есть партнер, ну, человек, с которым вы встретились, общаетесь, он будет вас слушать, он будет заинтересован. Вы понимаете, вот этот жучок, который в вас сидит и маленько отвергает это все, он все равно вылезет наружу. Человек вас обязательно спросит, а что с продуктом? И уже будет здесь заинтересован, здесь уже не пойдет рассказ от души. И поэтому такой бизнес, конечно, строится сложно, и мне было очень сложно. Я попробовала в одной компании, себя произошло так, потом услышала через 4 года снова о другой, думала, может, здесь будет все иначе, попробовала, нет, я поняла, я не продаю, я не могу, я не хочу, я не люблю это делать. И вот люди, когда мне отвечают, да, говорят, это не мое. Я говорю, хорошо, я вас прекрасно понимаю, просто ответьте мне на такой вопрос, мне неинтересно для самой себя. Почему вы так сказали, что это не ваш? И да, один и тот же ответ. Я не продавец, я ненавижу продавать, я не люблю стюкивать, и тем более, я не люблю вызывать. Я говорю, знаете, это здорово, я вас понимаю. И в чем дело, да? В нашей компании, в символике, мне не приходится этого делать. То есть мне не нужно продавать продукт, мне не нужно вызывать никого, мне все комфортно. И вот как началось все, да, как я все-таки пришла в эту компанию. Конечно, я, как большинство из нас, то есть сейчас присутствуют на конференции, увидела статус людьми, которые уже зарабатывают, то есть с их результатами. Ну, мне стало интересно, тем более я нахожусь в декретном отпуске, что мне делать-то пошла, да и, думаю, разберусь. Пошла я к хозяйке статуса, попросила информацию, она предоставила мне видео, то есть что я увидела, да, сказать, что это была поражена, то есть ничего не сказать, потому что я увидела снова сетевой бизнес. Но я вернулась к тому статусу и посмотрела на тех людей, посмотрела на чеки, посмотрела на результаты, для меня было шоков, потому что в тех компаниях я привыкла, я слышала, что люди, которые начали зарабатывать в сетевом бизнесе, это люди, которые прошли уже довольно такой сложный путь, у них уже большие команды, у них много партнеров, то есть это очень сложно, мне было непонятно. Вот, кто-то найдет в себе силы разобраться, как я, а кто-то нет. То есть с этими людьми нужно с ним испытывать определенный подход. И, конечно, я пошла смотреть, почему, что и как. Первое, что я в компании обратила внимание, что меня больше всего зацепило, это то, что компания наша, она молодая. Я поняла, что у меня есть шанс быть лидером в этой компании, как те лидеры всех компаний, которые говорили о своих многомиллионных заработках, когда они пришли в самом начале развития. Я понимала, что это сложно, я понимала, что мне нужно будет очень много работать и над собой, и вообще в целом. Но все-таки это было самое важное для меня. Поэтому я постепенно уже стала смотреть, что за продукт в компании, да, разбираться. После чего я стала рассматривать уже маркетинг. Сам маркетинг, что он из себя представляет. Конечно, это было для меня здорово. Я сижу в декрете, компания предлагает выплаты еженедельно от проделанной своей работы, да, от товара оборота. Для меня это было вообще прям рывком. Ты что, сидишь, беги и делай. Я пришла в компанию, я до конца, еще не знала всего о продукте. Я до конца не понимала сам маркетинг, но я пришла в нее. И постепенно я начала самореализовываться. То есть я стала обучаться, я ходила на конференции, я смотрела много записей. И я сейчас могу сказать с уверенностью на 100%, что я не ошиблась, что я выбрала самую лучшую компанию. Сейчас, когда я уже поняла сам маркетинг, я могу сказать, действительно, 100% компании лучше нету. Почему я это говорю? Сейчас очень много компаний, которые стали внедрять такую фишку. Бонусная программа по достижению ранга. И там по достижению определенного ранга дарят автомобиль. Сейчас я уже заметила, что даже старенькие компании переделали маркетинг план и любрили эту фишку, потому что она действительно классная. Она работает. Но представьте, да, вы приходите в компанию, и вам говорят, вот ты дадил до этого ранга, и тебе подарят автомобиль. Ну, конечно, ты выложишься весь наизнанку и будешь для этого стараться. Конечно, тебе охота просто так на халяву получить автомобиль. Просто в подарок. Но, люди, я не повелась на это. Знаете, почему нет? Ну, как я уже сказала, я пришла из-за того, что молодая компания, и сейчас я понимаю, что я не ошиблась, что не повелась. Потому что все-таки это компания прямых продаж, это была бы та же самая история. Но, все-таки сейчас я понимаю, что у нас есть другая фишка. И эту фишку не могут разобрать даже уже опытные сетевики. Наша фишка – это наш бонус бесконечности. Вот сейчас я вам хочу привести просто пример. Небольшое сравнение. Представьте, да, вот определенная какая-то там компания сетевого бизнеса, и будем рассматривать уже то есть самый наивысший ранг достижений. То есть человек достиг этого ранга. Что он получает? По маркетингу плану он получает определенный пассивный ежемесячный доход от компании за товарооборот. То есть структура его закрылась, и есть в компании определенный товарооборот. Но сделает побольше продаж, да, значит, чуть-чуть побольше заработает. Вот. И достигнув ранга, он получает этот автомобиль. Все здорово, супер, классно. Когда к нам приходят, видят, ага, у них пассивный доход такой-то, смотрят сразу ранги достижения, что у нас предлагается, да, от ранга золота до бриллианта коронованного, у нас начисления идут от 250 до 300 тысяч долларов. Это денежный эквивалент. То есть они посмотрели, сказали, нет, не интересно, нам тоже там заплатят деньги, и еще машину подарят. Хорошо, ладно, вам подарят машину. Вы уже в наивысшем ранге. То есть вы уже замечательно зарабатываете. Машина – это расходный материал. Вы поездили на ней, пусть, грубо говоря, год. У вас уже другие возможности. И вам не захочется постоянно ездить на этой машине. Она вам, извините, надоест. Вам захочется чего-то другого, да? И тогда люди пойдут покупать себе новую машину уже из своего вот того пассивного дохода. Теперь давайте посмотрим, что происходит в нашей компании. В нашей компании, когда мы достигаем ранга, да, действительно, у нас вот определенный наш тоже пассивный доход по комиссии, по матрице. Все это прекрасно, думаю, знают, что это 10 366 долларов в месяц при активности. То есть приводя всего трех активных партнеров, которые вас продублируют. То при закрытии структуры вы ежемесячно получаете такой пассивный доход. И доходите до определенного ранга, вы получаете выплату. Но что вы получаете еще? Наш бонус бесконечности, наш мейчинг-бонус, который позволяет вам покупать такие машины каждый месяц. Вот это люди не могут понять. Вот в этом очень сложный у нас маркетинг-план. Давайте просто разберем пример с вами. Представьте, да, то есть вы в компании пригласили за весь период всего лишь 20 партнеров. У всех уже закрытые структуры. То есть мы рассматриваем уже наивысшие ранги и все по полной. То есть я включаю прямо сейчас, ребят, калькулятор. Можете тоже параллельно включить и посмотреть. Вот смотрите, за весь период вы пригласили 20 партнеров. У всех закрытые структуры. То есть каждый по комиссии, по матрице получает за повторные покупки 10 366 долларов. Итого это 207 320 долларов. Вот такой доход. Это из 20 партнеров. Я не буду сейчас рассматривать, в каком конкретно вы будете ранге. Это рассматривать нужно рассчитывать долго. Просто давайте среднюю цену возьмем, что с этого дохода вы заработаете 50%. Потому что где-то это может быть 95, где-то может быть 20, где-то 30. Вот просто берем 50%. Это 103 660 долларов. Это ваш доход. Это ваш бонус. Вот это ваши машины. Вот они, ваши квартиры. Ежемесячно. То есть вы понимаете, да? Или вы получаете бы, получили бы какой-то единоразовый бонус и машину и основной пассивный доход. Или вы получаете основной пассивный доход и второй пассивный доход. Вот в таком размере. Хотя здесь может быть партнеров и более. Я всего 20 рассмотрела и всего взяла 50%. То есть это у нас получается 3 110 000. Мне кажется, это в принципе очень довольно-таки неплохие суммы. И вот что обязательно нужно донести тоже до людей. Показать этот пример. Объяснить. Это нужно грамотно уметь самим понять. Когда вы это сами осознаете, поймете, вы не сможете уже молчать. Каждый, ребят, вы будете рассказывать это всем абсолютно. И это нужно делать. Вот то есть в этой, в принципе, конференции, то, что я хотела рассказать, я вам все рассказала. Надеюсь, что вы это все поняли. И уже будете понимать, какие конкретно моменты нужно доносить до людей. То есть в самом суть. Для себя вы должны понимать, как считается маркетинг. И что предлагает именно наша компания. И вы себе тоже в голове должны отложить эту планку. То есть вы должны понимать, к чему вы идете, что вам идет, какие доходы. Ни в коем случае не забывать об этом. Если вы задумаетесь о чем-то другом, собьетесь, это все, это провал, ребят. А если у вас в голове вот будет сидеть вот это, да, забейте себе в голову этого червяка. Просто я хочу, мне нужен этот доход. Вот вы никогда не остановитесь, и вы обязательно к этому доходу придете. Вот в принципе, что я хотела вам рассказать. Сейчас хочу вам поставить одно видео, которое тоже нужно понимать. Посмотрите, пожалуйста. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, если у кого-то возникли какие-то вопросы, давайте сейчас их обсудим, то есть задавайте по поводу, ну вот по нашей конференции. Спасибо большое, да, видео действительно классное. Есть какие-то вопросы ко мне, ребята? Продолжение следует... Я включу еще раз видео, которое делала сама лично. Посмотрите его, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...